В главе ЦАВ, которую мы читали в прошлый шаббат, гематрия слова БХЦР во дворе совпадает с гематрией слов ЗУХАЗАРА, то есть то, что окружало мешкан в пустыне ХЦР, и то, что окружало храм в Иерусалиме АЗАРА совпадают по гематрии. Гематрия 300. Об этом написано в Торе, и об этом говорят наши мудрецы. Но если пофантазировать, немрод, гематрия имени этого человека 300, тот самый немрод, который объявил себя Богом, тот самый немрод, который приказал бросить Авраама в раскаленную печь. Кстати, гематрия имени Владимир тоже 300. Такое вот случайное совпадение. Кстати, немрод до конца своей жизни преследовал Авраама. Даже когда Авраам переселился в Эрец-Кнаан, то есть на территорию Эрец-Исраэль, немрод собирает своих союзников и вторгается в Эрец-Исраэль. Кстати, в Торе он упоминается как Амрафэль. Это второе имя немрода. Амар-фэль сказал бросить тот самый, который приказал бросить Авраама в печь. Амрафэль. Гематрия 351. И такое вот случайное совпадение. Россия, Гог и Могог. Гематрия 351. То есть преследования потомков Авраама не закончились. Они еще впереди. Успокаивает только то, что написано в книге пророка Эхэскель от имени Творца. И вот я беру сынов Израиля из среды народов, где ходили они, и сделаю их народом единым в стране той, на горах Израиля. И царь один будет для всех них царем. И очищу их, и будут мне народом, и я буду им Богом. И слуга мой Давид, царь над ними. Слуга мой Давид, Мелех Амашиях, потомок царя Давида, будет над нами царем. И слуга мой Давид, царь над ними. В Авди Давид, Мелех Алейхем. Гематрия этого выражения тоже 351. В Авди Давид, Мелех Алейхем.